Жены-то уже давно нет, лет так десять. Странно, что никто криповый еще не зашел сюда, между прочим. И что за пугающий... Господи! Как тебе такое? Всем доброго, здоровья и приятного аппетита! Сейчас кушается вам Юлия Мишка. Всем привет! В общем, поиграем сегодня в игрушку под названием... Это не мой сосед. Что-то было как раз страшное. Точнее, это не наш сосед. Да, в данном случае, так как будем разбираться вдвоем и сидеть разбирать их. В общем, в данном вводном мультике нам все рассказывают, точнее в фильме, что, в общем, мы будем сидеть как в Вейперс Плиз. Да, и должны будем распознать двойников. Да, как-то они там доплинги, гангеры. В общем, да, по некоторым параметрам будем определять. Но давайте пропустим, я уже несколько раз посмотрел, посмотрел, как работает меню. Здесь пока что только аркадный режим, но, как я понимаю, будет больше в дальнейшем. Опа, похоже, если честно, на игрушку популярную. SCP, Little League. Короче, в общем, надеюсь, вы посмотрели фильм начальный. Добро пожаловать на новую работу. Вот это разрешение, точнее, запросы, кто хочет попасть домой. В общем, мы должны как? Отсматривать соседей. Кто-то имеет право... Проверять, соответствуют они или нет. И тогда уже их пропускать. В общем, проверяйте их ID, проверяйте внешность. Ну, в общем, следите внимательно. У нас написано, что двойник не сразу нас убивает, а в конце. Сегодня февраль 55-го года. Я желаю вам удачи. Сразу же говорю, как вначале предупредили, бывают вспышки, бывают неприятные изображения. Поэтому кто впечатлительный, просьба. Вот кто не любит чуваков с таким носом. Да, посмотрим. Его зовут Роман. В общем, резидент этого здания. В общем, надо посмотреть. Пришел с работы. А где шляпа на фото? Ну, так, кстати, хорошая вопрос. А шляпа снимите, пожалуйста. Айдись, да, вот у него еще. Надо вот это все проверить. Если что, у нас есть телефон, по которому мы можем вызвать 3D. Так, вот смотри. Я его не вижу здесь. Это раз. Далее. У него написано, что на каком он этаже живет. Он живет F1-01. Это вот у нас первый этаж. Вот, слушай. Роман Steel Sky. Или как его назвать. Давай проверим. По номерам. Вот как бы только удобнее. 48-39 и заканчивается 96-84. Запомнишь? 96-84, 48-39. Ну, уж в середину, допустим, да. Дата 05-68. Это до какого года работает, я так понимаю, разрешение. Но не факт. Здесь много всяких. А, вот. Это еще чек-лист, кстати, да. Нужно будет отметить. Айди, вроде норм, да. Это внешность, да. Вот это 68-го вековерия. Вот этого нету. Типа он не может пройти. Ну, у него нету реквеста, как бы запроса. По внешности в листе... Слушай, я не знаю, вот как и поступать с человеком. Я еще слышал на форумах, я почитал зарубежную форму, там разные советы бывают, там и по ответам кое-что будет дальше, я расскажу. А еще и с телефона можно просто позвонить. И узнать. Не в данжеры закрывать. То есть можно же закрыться. Ну, слушай, я не знаю. Большой нос. Так, по шрам. Шрам с левой стороны. Right. О, с правой. Ну, для нас получается как раз слева. То есть это правый левой. Слушай, я не знаю, длинное лицо, ну, монобровь и носит шляпу. Ну, так-то похоже. Слушай, а можно... А что там, номер апартаментов или как? F101. Это номер. А можно... Узнать вообще позвонить? Давай попробуем. А вдруг он уже там сидит? Как это звонить? Один. Эй, один, пятьдесят два. Что-то как-то... Как звонить-то? Один. 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 Пятьдесят два. О, слушай. Если возьмёт... Слушай, если не возьмёт... Опа. Луис. Ага. Это может его братья? Ага. Он не дома. Ага, окей. Он вернулся? Слушай, ну пропускаем. Ну, давай пропустим. Ну, давай, всё, иди. Видишь, то есть можно позвонить и узнать. Вот как, да, понимаете? Ну, то есть ID подходит, нету... Entry request? В сегодняшнем листе. А, ну да, вот нету. Нет, вот так. Внешность подходит? А вот что за entry request? Это вот, наверное, вот от входа? Тоже не вижу. Запрос на въезд. Это... Ну, давай, короче, пропустим, не знаю, ребят. На свой страх и риск. Надо... Ну, пока, ну, похоже. А пока, хочу сказать, не забывайте заходить в телегу с разбегу. Там у нас ваш... А ты что прошёл? Ээээээ... А чё делать-то? Он в телегу с разбегу прошёл. Просто... Ничего не... Да стойте! Фуёрёр! Я начала на кнопку. Переключается они на одного. Блин, чё за milk? Что за milk? Бальный... Господи, что за... Hello... Ё-моё... Что за milk? Стоп. Господи, он был криповый, как не знаю чем. Стоп. Погоди, нормально. Ладно, что было, то было. Кто она? А мы же ей звонили, она была дома. Да, кстати, вопрос интересный. Это что за прикол? А может она уже ушла? А если еще раз позвонить? Я не понял. Я не понял. Будем звонить? Ну попробуй. 1-1-52. Ты же уже дома, мать, ты что, прикалываешься? 1-1-52. Пока звоним, не забывайте поддержать лайкосом, если хотите, еще серию. Будем продолжать спокойно искать твари всякие. Я Роман. Так. Роман. Машина. Дома. Прямо сейчас. Мы никого не ждем. Никого не ждем. Так. Мама. Пошла с династика. Закрывайте двери. Алерт. Может, денджер? Прын. Так. Три. Три. Может. Один. Два. Лешкин матрешки. Что происходит? Быстрее труп берите, мать ваша. Так. Так, вы позвонили 3D. Группа агентов отправлена. Выезжает, да. Пожалуйста, ждите очищающий протокол. Протокол очистки. Вот так лучше. Так. Матерь будем. Или, может, мы зря закрылись. Так. Ну, не все сделано. Все сделано. Фу, блин. Но это ступень. Блин, а кнопку зачем так уложить поставить? Можешь продолжить свою работу. Черт потери. Пипец, я обосрался. Как вот моряка. Слушай, как хорошо, что мы позвонили. Я еще такая думала, Луис. Да учет за прикол. Это нечестно все крипованые. А, пофигу, типа, здорово или пофигу. А где ID? Она еще, может быть, первая. Я живу здесь. Неважно. Четвертый. Моя квартира на четвертом этаже. Моя квартира на четвертом этаже. Анасташа Микайл. ID number? Но она нам не предоставила. Студент. Уставшие глаза. Два пони тейлз. Ну, этих. Хвостик. Маленький носик. Круглое лицо. Мы можем... А у нас телефон. 13-46. А, стой. А почему апартаменты... Стой. F2-04. Все правильно. 0-4. Она живет вместе... Вот они сестры, получается. Надо позвонить сестре. Какой там номер-то был? 13-46. Давайте. Если вдруг какие-то советы и как-то правильно себя здесь вести. И вдруг кто-то играл или знает. Вовремя стопануть проход. Так, звонок. Гудок. Это... Ну, вот ее сестра, походу. Моя дочь. Сейчас дома. Ага. Мы никого не ожидаем. Ага. Стой. 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 И можно просто вот еще раз вот сюда нажать. А я жутко становится здесь жить. Мои апартаменты? На втором этаже. На четвертом этаже. Блин, слушайте, ну я не знаю. А если я вот сейчас позвоню, не закрываюсь в Danger. Мне просто интересно, что будет. Я просто звоню так вот, подруги пообщаться. Как-то слишком много двойников. Может там двойник, откуда можно? Не звоните без этого. То есть надо... Тогда прощай. Ну, слушай, а кто это? Ниш, ты в другой номер звонишь. Ну, ладно. Один, два. А ты два, один. Да я понял. Ладно, ждем. А чего как много пришельцев каких-то? К нам. Ну, все, в принципе. Ну, что... Ну, короче, понятно. Нам в конце скажут, какое время натворили, если это так. Так, дверь закрыта. Я надеюсь, что все... Ну, вот этот морячок вроде похож, ну ладно. Там было двое похожих. Ну, правда. Ну, хотя они все похожи. Они же двойники. Они, как сказать. Хорошие. Они сейчас еще нормальные. Денечко. Я видел, что там такое бывает. Сейчас, погоди. Раф, что-то там. F3-04. Пришла проверить своих родителей. Так, F3-04. Есть такая. Длинное лицо. Большой нос. Как это стресс. Волосы. Носят повязку на башке. Так, она домохозяйка. 42-58. Вот ее, как бы, родитель, да. Давай проверим ID. А нужно, кстати, вот эти бумажки-то вообще заполнять-то вот. Или это просто для нашего удобства. Может быть, да, чтобы ты так... Ага, вот это, например. Ну, смотри, вот, допустим, ее... Ты, господи, какая тут чувствительность странная. 56-85, 63-29. Так, на каком шоу-на? 63-29, 56-85. Ну, слушай, похоже. Ну, так-то похоже. Капучин. Капучин. Рафты. Ну, какие тут... Рафты. Слушай, точно-то ты... Капучин. 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 Капу-син. Ну-ка, еще раз. Кап-син. Ну, все правильно. Кап-син. Ну, слушай. Ну, самый простой способ, конечно, это звонок. Давай, 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 давай. 42-58. По-моему, звонок какая-то имба. Либо мы что-то не понимаем. 42-58. Ты сказала. Эй. Эй! Эй! Вроде набралось. Надеюсь, туда. Сейчас скажет, а мы здесь, мы никого не ждем. Опа. Звучит крипово. А никого нет. 42-58. Может, плохо набралось. Меня не все время пугают. Да, блин, трубка. Ёх, кернет театр. 42. 50. 8. Может, я 8 не добрал. Ну, звонка бы тогда. Чего за хрень? Ну, ладно. Да все, брат, ты правильно набрал. 50. Мне кажется, я не довел. Во! Добрал. Да все это правильно добрал. Короче, что с ней делаем? Ну, тут я даже не знаю, что она приперлась. К родителям. Ну, слушай, может, и случилось, батя. Нет, она не к родителям. К перрэнс, она. К перрэнс, а это ее отец. Ну, давай, ладно. Ну, в любом случае отца нет, пофиг. У нас закрыто, да? Да. Так, здравствуй. Так, с Глори. С работы. Банкир. Глория Шмидт. Тач. Надо, может, это реально отмечать. Ну, слушаю. F2-01. Ну, она, в принципе, будет банкир. Все правильно. Круглое лицо. 69. Это как его направо щеки родинка. Короткие волосы, круглый нос. Муж Арнольд. 6-9, 8-5. Позвоним. Так, 6-9, 8-5, 11-50. Все правильно. 74. Все, у нас 55. Ну, пока все нормально. Звоним это какого? Ну, давай. А что они одинаковые, кстати? Ну, может, близнецы писателя. Арнольду позвоним. 51-23. Ну, это самый легкий проверка. 51-23. Ждем. Странно, конечно, в предыдущей ситуации было. Каждый раз. Дом какой. Какая security серьезная. Арнольд. Разговаривай. У телефона. Не дома. Ну, все, ладно. Ну, я думаю. Ну, я ее не жду. Такой говорит. Можете забирать. Ну, пропускаем. Да. Прошу. И закрываем сразу. Я вот не знал, что он так работает. Ну, ладно. Ну, пропустили парочку засланцев. Придурочков. Что сделать? О, какой-то криповый чел. Ну, такой есть. Айзак. Айзак. Исак, я резидент, работаю репортером. F02-04. 45-69-23-69. Какой он там? F02-04. Ты уверена? Ну, вот бумажку он тебе дал. F02-04. Тут таких нету. Тут таких нет. Стоп. Так, а еще раз. Что он там? Айзак. Айм. Житель этого здания, работаю репортером. Что-то ты нас... Может, попутал? Вот он. Айзак. Миш, ну, значит, это уже ошибочка. Слушай, а у него на этом есть завиток? Угу. Ну, короче, я считаю, что, ну, уж квартиру-то свою он мог узнать. А что-то остальное еще соответствует? Ну, смотри, давай посмотрим. А один, например, 9-й, 65-й. Например, это... Все норм. 45-69. А как я проверю, если у меня тут, ну... Вот, стой. 45-69, 123-69. Все так-то так. Да. Ну, типа... А если позвонить по номеру? Что интересно еще будет? Поэтому, да. Что интересно еще будет? 7332. Но мы его все равно не пустим? Ну, подтянем. Ну, просто интересно, что будет. Сказать, мы с вами сейчас разговариваем. Слушай. Вы знаешь, какую проблему я говорю? Айсек, у телефона никого не ждем сегодня. Мне кажется, мы критическую ошибку совершили. Мы их не пропускали, с одной стороны. Может, их надо утилизировать? Хотя вдруг он человек просто не туда пришел. Просто не пустим. Нет, мы их утилизируем. А ты не можешь. Утилизировали, наоборот? А, я не могу не пропустить. Не могу выгнать, не утилизировал. Так что нажми к заголовную кнопку. Ну, а вот это что? Это... Видишь, только утилизировать. Ну, это жестко. Ну, Миш, ты его пропустишь? Ты что, совсем? Ладно, что? Сорян. Ну, ты уже есть. Второго нам не надо. Я считаю, что он нормально. Никаких критических ошибок у нас. Все под контролем. Когда у нас там рабочий день закончится? Не знаю. Ну, все, скипай давай. Все, понятно. Всех защищать на всякий день. Ну, Миштя, ты тебя не пугает, чувак? Ну, у меня он своя... Меня вообще здесь все пугает. Начнем с этого. Такой, здравствуйте, я Айзек. Набираешь такое. Здравствуйте, Айзек у телефона. Да, здравствуйте. Так, F102. Альбертский. Резидент этого здания. 0-2. Это первый... F1-0-2. F1-0-2. Так. Это вот два брата Акробата. 146. 53-54. 53-54. 74-й. Пичман. Пичман. Альбертский. Альбертский. Пичман. Альбертский. Пичман. Так, ну тут все подходит вроде как. Функфейс. Шоймейкер. Ну, блин. 2668. Звоним брательнику. Я не знаю, снимать за это там может быть. Да какая разница мы можем пользоваться, чем хоть хотим. Всем пользуемся. Павла, ну это самый действенный способ, я не знаю. По-моему вообще идеально. Так, ага. Давай. Ну все понятно. Мы его пропускаем, получается. Так? Да. А у него разрешение-то есть. Да. А, кстати, вот у кого-то не могло быть, точнее, могло не быть разрешение. Ну ладно, пофиг, а у вас степенно разберемся. Инфо, please. Нет информации. А, доктор, стой, доктор, но он есть. Ага. Он здесь не живет. Но его можно пропустить. 0301, стой. Он куда идет? 0301. Он просто идет к нему. Нет, стой. А, 0301, все. Ну да, в принципе. Так, стой, короткие волосы, квадратная голова, круглый нос, короткие волосы, очки и, ну как бы вот. Эти бровочки такие. Ну, слушаю, звучит противоподобно. Так. Ну мы что, звоним? А мы можем опять же позвонить. Типа жене. 1425. Телефон, иди к нам. Ты наша все. 1425. 25. Ага. Скажите, лению не занимай. Ну мы будем так вот. Он все время пугал. Мужин дома не тура. Ну может. Но он есть здесь. Ну давай на свой страх и риск, так сказать. Жена-то уже давно нет. Жены-то уже давно нет. Жена-то уже давно нет. Лена-10. Лена-10. И что за пугающий гуас. Как тебе такое? А похоже на нее проходила. Мы ее пропустили. Пропустили. Ну это точно нейтрализация. Глория, опять же. Ну все. Тут никаких даже... Палево невероятных масштабов. Хоть бы червячка вынула из своей рожи. Не особо постаралась. Мы только что Глорию пропускали. Да-да-да-да-да-да-да. Нейтрализуйте. Вы бы рядом сидели. Постоянно какие-то ходят. Хрен пойми кто. Шиваются. Вот-вот. Мы за вас должны всю грязную работу делать. Давайте без фриков только. Так. Привет. Ну привет. А, чек... А, F1-0-4. Селена. Селена. 70, 86, 80. Селена. Селена. F1-0-4. В принципе все сходится. Ой, их две. Модель. Маленькая на правой щеке родинка. А, у них родинки по разную сторону просто. Ну-ка, давай-ка... У нее на той щеке родинка. Слим что такое? Худенькая. Ага. Понял. Длинная шея. У нее есть двойняшка. Так. У нее должно быть на правой щеке. Ну как бы все правильно. Ну слушай, у меня 76. Ну хочешь ее просто так пропустить? А как еще я должен? Позвонить? Да нет, я говорю, ты можешь и пропустить. Давай, я доверяю полностью. В принципе, смотри, как я понимаю, можно не звонить, например, если все, все, все пункты проходят. А, блин, опять ты. О, вот и кто из них? Кто-то из них? Ну, так. 0,302. Ну мы, правда, тебя уже пропускали. Как бы тебе сказать помягче? Черт. Сегодня не твой день. Реквестов тут нету. 0,302. Ну, можно, конечно, попробовать. Но, правда, мы же и сами его и пустили. Длинный нос. Длинный нос. Уставшие глаза. Короткие волосы. Носит шляпу. 23,55. 89,95. Фрэнсис нос. И что мне делать? Так, где он там был? 4,1,22. Можно, конечно, попробовать, ну, позвонить. Черт, кто-то из них. Ну, этот похож. Пускай сами разбираются. Да пустить, пусть двое живут. Да. Я и моя тень. Ну что, дубль пришел. Закрываем. Как-то, а прикинь, это он настоящий. Ну, а почему тут говорит так нормально, типа? Ну, даже не знаю. Ну, вообще по всем похож. Вообще, как бы да. Ну, то, что он только дубликат. Вот случайная ошибка. Ну, ладно, 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 ладно. Иди домой. Ты будешь надеяться, что изначально ты нормального впустил, да? Я думаю, что здесь не настолько продумано, что клон ненастоящий будет подыгрывать, подыгрывать, вот именно по телефону. Я только на это рассчитываю. Ну, тут уже вот, ну, как повезет, так сказать. Ну, мы узнаем ведь. Ну, случайно реально пропустили, кто же знает. Еще одну тетю мы случайно пропустили. Я помню. Стоп. Мы ему звонили. Мы звонили. А, и он не взял трубку. Да, слушай, вот это сходится классно. F3-0-4. Да, она к нему в гости шла. И никто не брал трубку. Усы, монокль, волосы, круглое лицо. Круглое лицо. Ну, смотри. Стоит, 20, 54, 63. Смысла звонить я не вижу, потому что... Она будет ждать. Ну, что, просто пропускаем деда. Да, давай. Ну, потому что она скажет, да, его не дома. А, прикинь, она бы сказала, да, он дома. Просто не брал трубку, ему было плохо. Ага! Привет! Как ты думаешь? Ну, тут извини, даже думать нечего. Ты бы хоть попозже. Пришел бы ты. Попозже. Да. Мы подумали, в аварию попал. Там, что случилось? Да, чуточку раньше пришел бы ты. Сейчас. Нечаянно положил. Три, три, один, два. Надо заглючивать, как. Ну, это палево, чел. Ну, да. Вообще, следы крови на твоем лице ни о чем. Не вызывает никаких вопросов. А, ну, деда завалился, самое главное. Сколько у вас вообще в день-то там? Ты можешь продолжить работу. Я устал. Обед. Где тут есть обед? Я хочу писать. Ой, как странная женщина. Это веснушки. Окей. Месту. Откуда она? F3-01. Есть такая. 78, 95. 25, 115. Угу. Угу. И у нее как раз... Ой-ой-ой-ой-ой. Этот муж, которому... Доктор. Вот. Позвонить, что ли? Мы позвоним. А что, она есть, кстати, вот здесь? Да. F3-01. Все сходится. Ну, мы можем вообще, конечно, ее пропустить. Попробовать. Рискнуть. Хорошо. Почему бы нет? Мы эти, знаете, эксперименты ставим. Эксперименты. Убьют нас или не убьют? Ну, ты был уже! F2-02. Но он же трубку брал. Или не брал? Да, брал. Блин, какая-то сложная игра, я ничего не понимаю. Айзекуа, 45, 69. А тут он есть? 123, 69. Нет. 42. Стоп! 45, 69. 123, 69. А вот имя, когда нам отвечал чувак, там было Айзек через... Ну, все правильно было написано? Айзек Гаус. Или Айзек... Ну, типа, через Си. Да блин! Черт в английский. 65. Ну, я не знаю, тупость, конечно, но позвони. Ну, позвони. 73, 32, да, вроде. И проверим. Одного мы не пустили, потому что... 73, 22, вроде. 32. 73, 32? Да. Ау! Ты куда звонишь-то? Сейчас. 73, 32. Прошу прощения. Как напряженно. Да, я согласен с этим полностью. Зигутки меня вымораживают. Ну. Ну, именно написано правильно. Да. Ну, я не знаю, как вот к этому относиться. Ну, все, ну, да. Что, что, переубивали всех? Соседей не останется. Ну, я говорю, пишите в комментариях. У нас жесткий жилищный комплекс. Режим, а духа полная. Убийственный комфорт, так сказать. Да, не пройдет никто. Вообще. Ты можешь продолжить. Я понял. Тут уже некоторые товарищи продолжают. А тут вообще бывает окончание дня-то интересно? Да, бывает, бывает. Ааааа! Кого-то пропустили. Какую-то тварь. Так, а нам хоть скажешь, к таковому пропустили? Пропустили. Аааа. Такс, в общем, убили соседей ноль. Ну, хотя бы никого не убиты. Захвачено двойников. Семь. Двойник, которого мы пропустили один. Кто же он был? Ну, мы выполнили на пятерку. Нажмите, чтобы увидеть подробности. Вот сюда. Фрэнсис. Неправильные эти. Ааа, брови? А Фрэнсис, девушка, по-моему, женщина какая-то была. Она была. Слушай, это, наверное, который мы случайно пропустили, мне кажется. Нет, случайно мы пропустили Милка. И еще тетю. Слушай, ну, почти идеально сработали, получается. Блин, ну, классно. Мне понравилось. Можешь, да, прикольно. Я жду разве, чути немножечко нагонит. Да, да, лапа в конце прекрасна. Еще больше, да, будет этих всяких. Да тут такого гнилья должно быть. Я не знаю, там по скриншотам я, конечно, в шоке. В любом случае, если есть советы, пишите. Нашим спонсорам спасибо большое. Тут самый Соны, Инспектор Узбек. И Шибель. Спасибо вам за поддержку. Всем остальным тоже спасибо большое. Услышимся, увидимся еще, естественно, когда-нибудь, если пропустим. Все, я завис. Всего хорошего, с вами всем пока. Всем пока. Там гудок. У нас все дома. Отключился. Мы никого не ждем. Мишка, Мишка у телефона. С кем я записываю этот ролик. Не те брови. Говно и воняет. Он как раз не вызывал бы подозрений. Ну там же ты тут сидишь. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...